Товарищи, мы завершим первое отделение и начнём второе песнями Владимира Высоцкого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но было бы здорово, чтоб Пантекорова Взял его крепче за шкирку. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим джина из бутылки. Жидкие, твердые, газообразные, Просто, понятно, вольготно. А с этой плазмой дойдешь до маразма, И это довольно почетно. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим джина из бутылки. Молода, зелена, древность в историю, Тряхлость в архивах пылится. Даешь эту общую, эту теорию Элементарных частиц нам. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим джина из бутылки. Шуточная песня студентов-археологов. Если кого-нибудь смущает моя хрипота, То это у меня на самом деле такой голос. Наш Федя с детства связан был с землей. Домой таскал и щебень, и гранит. Однажды он принес домой такое, Что папа с мамой плакали на взрыв. Студентом Федя очень был настроен. Поднять археологию на щит. Он в институт притаскивал такое, Что мы кругом все плакали на взрыв. Привёз он как-то с практики Два ржавых экспонатика И утверждал, что это древний клад. Потом однажды вылезти нашёл Вставные челюсти размером с самогонный аппарат. Диплом писал про древние святыни, О скифах, о языческих богах. При этом так ругался по латыни, Что скифы эти горчились в гробах. Он древние строения искал со стервенением И часто диким голосом кричал, Что есть ещё пока тропа, Где встретишь пятикан тропа И в грудь себя при этом ударя. Он жизнь решил закончить хвостую И стал бороться за семейный быт. Я говорил, жену найду такую, От завести заплачете на взрыв. Он все углы облазил И в Европе был, и в Азии, И вскоре раскопал свой идеал. Но идеал свидать не мог В археологии двух строк, И Федя его снова закопал. Он стал боксёром, и песня такая Про сентиментального боксёра. Удар, удар, ещё удар, опять удар, И вот Борис Буткеев, Краснодар, Проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, Вот я едва ушёл, Вот апперкот я на полу, И мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть хороша, И жить хорошо, и жизнь хороша. При счёте семья всё лежу, Рыдают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу Я силы берегу. Бить человека по лицу Я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне рёбра круша, И жить хорошо, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, А ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, А я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, Настырные они. И я сказал ему, чудак, Устал ведь отдохни. Но он не услышал, он думал дыша, Что жить хорошо, и жизнь хороша. А он всё бьёт, здоровый чёрт, Я вижу быть в беде. Ведь бокс не драка, Это спорт отважных и деде. Вот он ударил раз-два-три, И сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, Который я не бил. Лежал он и думал, Что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не очень. АПЛОДИСМЕНТЫ После перерыва продолжим снова. А сейчас Высоцкому нужно немного отдохнуть. Он отдохнёт, освоит прессу, И второе отделение мы начнём с его же песен. Перерыв 15 минут. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот этим летом мне довелось сниматься в фильме, Который называется «Вертикаль». Этот фильм об альпинистах. Так что я два месяца за всю свою жизнь был в горах. Вот. И я встретил там людей, альпинистов, Которые работали у нас на картине, Помогали делать фильм. И они на меня произвели грандиозные впечатления, Потому что это люди, которых совсем не бывает внизу. Мы таких не встречаем, Потому что они сами внизу тут не такие, как в горах. А там они себя ведут очень достойно. Вот. Там... Это действительно так. Потому что там не на что надеяться, Кроме себя, своих друзей, больше никого. Я написал для этого фильма несколько песен. Несколько из них я спою. Песня о друге. Песня о друге. Пусть он в связке в одной с тобой, Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, Если сразу раскис и вниз, Шаг ступил на ледник и сник, Оступился и в крик. Поняв. Вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него. Альпинизм Так как альпинизм, это довольно жестокая профессия, я не считаю это спортом. А если это и спорт, то соревнования в нем совершенно ни к чему, они ни к чему хорошему не приводят. Просто нужно... Это занятие совсем для другого, не для того, чтобы устанавливать рекорды, мне кажется. Это просто, наверное, для того, чтобы утверждать себя. Вот я пытался это все выразить в песнях и так далее. На моих глазах было очень много трагичных случаев там. Не очень много, но, во всяком случае, были случаи трагичные. Я повторяю, что это очень жестокая профессия. Я попытался это выразить в песне, которая называется «Вершина». Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины от назад, но и здесь за камнепадом ревет камнепад. Им можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Им можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал Пусть даже внизу он звезды хватал с небес Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес Нет алых роз и траурных лент И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил Как вечным огнём сверкает днём вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Как вечным огнём сверкает днём вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил И пусть говорят, да пусть говорят, но нет Никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут Но другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд Пройдут тобой непройденный маршрут Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук, на руки друга и впитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость рук, на руки друга и впитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Мы рубим ступени ни шагу назад И от напряжения колени дрожат И сердце готово к вершине бежать из груди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем другим У которых вершина еще впереди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем другим У которых вершина еще впереди Прощание с горами Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал На которых еще не бывал Кто захочет в беде оставаться один Кто захочет уйти зову сердца не внемля Но спускаемся мы с покоренных вершин Что же делать и боги спускались на землю Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал На которых еще не бывал Сколько слов и надежд Сколько песен и тем Горы будут у нас, и зовут нас остаться Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал На которых никто не бывал Значит, дальше Так как в последнее время очень сильно увлечение фантастикой Фантастика овладела умами всех От мала до велика все читают фантастику Я тоже очень большой любитель и поклонник фантастики Хорошей фантастики И кроме этого я читаю еще научно-популярную литературу Которую для совершенно неинтеллигентных людей издают Вот, например, там книжка Эврика Там в очень таких выражениях примитивных Написано о том, что вот, например Вот 800 тысяч лет тому назад и так далее В общем, такая информация примитивная Но во всяком случае там есть много фактов интересных Вот, они не носят характер сенсации и уток Некоторые факты действительно имеют место Вот, например, факт такой, что может быть Может осуществиться связь с иными мирами И опыты в этом направлении ведутся и в Штатах, и в Англии Вот, и что нацелены радиотелескопы на созвездие Тау-Кита И оттуда якобы идут сигналы И что эти сигналы якобы упорядоченные сигналы И может быть эти сигналы посылают такие вот существа, как мы А может еще и получше И вот по этому поводу я, значит, подумал и написал Несколько таких этюдов песен Первая песня, песня, навеянная чтением, конечно, западной фантастики Песня космических негодяев Вы мне не поверите и просто не поймете В космосе страшнее, чем даже в дантовском аду По пространству времени мы прем на звездолете Как с горы на собственном заду А тем летопеды 8 дён, ну а до планеты Эпсилон Не считаем мы, чтоб не сойти с ума Вечности тосковых влипли как Наизу считаем Киплинга А кругом космическая тьма На земле читали в фантастических романах Про возможность встречи с иноземным существом Мы на земле забыли десять заповедей рваных Нам все встречи с ближним нипочем Ну а тем летопеды 8 дён, ну а до планеты Эпсилон Не считаем мы, чтоб не сойти с ума Вечности тоска и кружки нам Наизу считаем Пушкина А кругом космическая тьма Нам прививки сделаны от слез и грез дешёвых От дурных болезней и от бешеных зверей Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых На земле бывало веселей Ну а тем летопеды 8 дён, ну а до планеты Эпсилон Не считаем мы, чтоб не сойти с ума Вечности тосковых влипли как Наизу считаем Киплинга А кругом космическая тьма Прежнего земного не увидим небосклона Если верить россказням учёных чудаков Ведь когда вернёмся мы по всех моих законам На земле пройдёт 700 веков То-то есть смеяться отчего На земле бояться нечего На земле нет большей тюрем и дворцов На бога уповали бедного Но теперь узнали нет его Ныне присно и вовек веков Наконец шуточная песня, которая называется «В далёком созвездии Тау-Кита» Это как раз вот там, откуда эти сигналы и раздаются В далёком созвездии Тау-Кита Всё стало для нас непонятно Сигнал посылаем, вы что это там А нас посылают обратно На Тау-Ките живут в краду Сейчас я вам спою несколько сказок Первая сказка Сказка про дом на Арбате Который сломали музыка Теревердиева, композитора «Мой текст» Стоял тот дом, всем жителям знакомый Его ещё Наполеон застал Но вот его назначили для слома жильцы Давно уехали из дома Но дом пока стоял Холодно, холодно, холодно в доме Парадное давно не открывалось Мальчишки окна выбили уже И штукатурка всюду осыпалась Но что-то в этом доме оставалось На третьем этаже Ахало, охало, мухало в доме И дети часто жаловались маме И обходили дом тот стороной Объединяясь с соседними дворами Вооружась лопатами, ломами Вошли туда гурьбой Дворники, дворники, дворники Тихо! Они стоят и недоумевают Назад спешат Боязни не тая Вдруг там Наполеонов дух витает А может это просто слуховая Каллюцинация Поездно, поездно, поездно дворником Но, наконец, приказ о доме вышел И вот рабочий, тот, что дом ломал Ударил смаху кирею по крыше А после клялся, будто бы услышал Как кто-то застанал Жалобно, жалобно, жалобно в доме От страха дети больше не трясутся Нет дома, что два века простоял И скоро здесь по плану реконструкции Ввысь этажей Десятки вознесутся Бетон, стекло, металл Весело, здорово, красочно будет Детская народная сказка Она же строевая песня Про дикого вепря В королевстве, где все тихо и складно Где не войне катаклизма, не бурь Появился дикий вепря громадный То ли буйвол, то ли бык, то ли тур Сам король страдал желудком и астмой Только кашлем сильный страх наводил А тем временем зверюга ужасный Коих ел, а коих в лес волочил И король-то часы сдал Треть охрета Зверь надо, говорит, одолеть и на конец Вот кто отчаяц на это, на это Тот принцессу поведет под венет А в отчаявшемся том государстве Как войдешь-то прямо наискосок А в бесшабашной жил тоске и хусарстве Бывший лучший, но опальный стрелок На полу лежали люди и шкуры Пели песни, пили меды и тут Протрубили во дворе трубадуры Хвать стрелка и во дворец волокут И король ему прокашлял не буду Я читать тебе моралию нет Вот если завтра победишь чудо-юду То принцессу поведешь под венет А стрелок, да это что за награда Мне бы выкатить портфейну подью Мол, принцессу мне и дар мне надо Чудо-юду я и так победю А король, возьмешь принцессу и точка А не то тебе раз-два и в дюрьму Ведь это все же королевская дочка А стрелок, ну хоть убей, не возьму И пока король с ним так припирался Съел уже почти всех женщин и кур И возле самого дворца ошавался И этот самый то-ля бык, то-ля тур Делать нечу, портфей он отспорил Чудо-юду уложил и в убег Вот так принцессу королем опозорил Бывший лучший, но опальный стрелок Я сейчас пою две песни, которые, в общем Одну, вернее, которые ко мне не имеют отношения Вернее, небольшое отношение, а вторую собственную Дело в том, что у меня есть такой друг Игорь Кахановский, поэт Который сейчас уехал в Магадан из Москвы Он инженер, но он поехал не по профе Он журналистом сейчас работает, он еще поэт Его стихи изнаны там в Магадане И здесь в дне поэзии его стихотворения, которое называется Бюро обмена Он автор песни Бабьи Лето Эту песню мы сделали с ним вместе Он, вернее, сделал текст Я только музыку придумал к ней Первый вариант, не то, что поет Шульженко по радио Мне кажется, что та мелодия хуже Хотя это делал профессиональный композитор Не потому, что я сделал мелодию А просто для этой песни нужна была, наверное, все-таки такая Которую пели мы и которую поют все, наверное, вот здесь сидящие Если где-нибудь в компании Я спою песню Бабьи Лето А после этого спою песню, посвященную Игорю Кухановскому, который уехал в Магадан Но он, правда, вернулся, сейчас опять поедет Клены выкрасили город Колдовским каким-то цветом Это скоро, это скоро Бабьи Лето, Бабьи Лето Это скоро, это скоро Бабьи Лето, Бабьи Лето Что так быстро тают листья Ничего мне непонятно А я ловлю, как эти листья Наши даты, наши даты Я ловлю, как эти листья Наши даты, наши даты А я кружу напропалую Самой ветреной из женщин А я давно искал такую И не больше, и не меньше Я давно искал такую И не больше, и не меньше Только вот ругает мама Что меня ночами нету Что я слишком часто пьяный Бабьим Лето, Бабьим Лето Что я слишком часто пьяный Бабьим Лето, Бабьим Лето А я забыл, когда был дома Спутал ночи и рассветы Это омут, ох, это омут Бабьи Лето, Бабьи Лето Это омут, это омут Бабьи Лето Бабье лето Снимите шляпу, снимите шляпу Уехал сам, уехал сам Не по этапу, не по этапу Не то, чтоб другу не везло Не чтоб кому-нибудь назло Не для молвы, что молчу, да А просто так, а просто так Я знаю, кто-то скажет зря Как так решиться, всего лишиться Ведь там сплошные лагеря А в них убийцы, а в них убийцы Ответит он, не верь молве Их там не больше, чем в Москве Потом уложит чемодан И в Магадан, и в Магадан Не то, чтоб мне не по годам Я б прыгнул ночью из электрички Но я не еду в Магадан Он добровольно А мне удел от бога, да А может тоже в Магадан Уехать с другом заодно И лечь на дно Лечь на дно Это выражение, как чтобы никто тебя не слышал Вот такое это из фольклора Песня совсем новая Которая называется «Парус» Или песня беспокойства А у дельфина Взрезана брюха винтом Выстрела в спину Не ожидает никто на батарее Нету снарядов уже Надо быстрее на вираже Но парус, порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Даже в дозоре Можешь не встретить врага Это не горе Если болит нога Петли дверные Многим скрипят, многим поют Кто вы такие? Вас здесь не ждут Но парус, порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Многие лета Тем, кто поет во сне Все части света Могут лежать на дне Все континенты Могут гореть в огне Только все это Не по мне Но парус, порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Я спою вам песню Песню-пародию на плохой детектив Опасаюсь контрразведки Избегая жизни светской Под английским псевдонимом Мистер Джон Ланкастер Пек Вечно в кожаных перчатках Чтоб не делать отпечатков Жил в гостинице советской Несоветский человек Джон Ланкастер в одиночку Преимущественно ночью Чем-то щелкал В чем был спрятан инфракрасный объектив А потом в нормальном свете Представала в черном цвете То, что ценим мы и любим Чем гордится коллектив Клуб на улице Нагорной Стал общественной уборной Наш родной центральный рынок Стал похож на грязный склад Искаженный микропленкой Кум стал маленькой избенкой И уж вспомнить неприлично Чем предстал театр НХАТ Но работать без подручных Может грустно, а может скучно Враг подумал, враг был дока Написал фиктивный чек И где-то в дебрях ресторана Гражданина Епифана Спил с пути из Панталыку Несоветский человек Епифан казался жадным Хитрым, умным, плодоядным Меры в женщинах и в пиве Он не знал и не хотел В общем, так подручный Джона Был находкой для шпиона Так случится может с каждым Если пьян и мягкотел Вот и первое задание В 3.15 возле бани Может раньше, а может позже Остановится такси Надо сесть, связать шофера Разыграть простого вора А потом про этот случай Раструбят по Би-Би-Си И еще оденьтесь свеже И на выставке в Манеже К вам приблизится мужчина С чемоданом скажет он Не хотите ли черешни? Вы ответите, конечно Он вам даст батон с взрывчаткой Принесете мне батон А за это, друг мой пьяный Говорил он Епифану Будут деньги, дом в Чикаго Много женщин и машин Враг не ведал дурачина Тот, кому все поручил он Был чекист, майор разведки И прекрасный семьянин Да, до этих штучек мастер И этот самый Джон Ланкастер Но жестоко просчитался Пресловутый мистер Пек Обезврежен он и даже Он пострижен и посажен А в гостинице советской Поселился мирный грек И наконец Я говорю наконец Вполне серьезно И очень прошу вас Чтобы это было действительно наконец Потому что мне через полтора часа Уже уезжать Я приехал сегодня Только на один день Завтра у меня утром репетиция Вечером сложный спектакль Приехал потому что давно обещал Потому что знаю ленинградскую публику Так что эта песня будет последняя А песня называется Солдаты группы Центр Которая идет в спектакле Павшие живые Солдат всегда здоров Солдат на все готов И пыль как из ковров Мы выбиваем без дорог И не остановиться И не сменить ноги Сияют наши лица Сверкают запоги По вышенной равнине За метром метр Идут по Украине Солдаты группы Центр На первый и второй Рассчитайся Первый, второй Первый шаг вперед И в рай Первый, второй А каждый второй Тоже герой В рай попадет Вслед за тобой Первый, второй Первый, второй Первый, второй А перед нами все цветет За нами все горит Не надо думать С нами тот, кто все за нас решит Веселые, нехмурые Вернемся по домам Невесты белокурые Наградой будут нам Все впереди, а ныне За метром метр Идут по Украине Солдаты группы Центр На первый и второй Рассчитайся Первый, второй Первый шаг вперед И в рай Первый, второй А каждый второй Тоже герой В рай попадет Вслед за тобой Первый, второй Первый, второй Первый, второй АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В заключение, вот что хочется сказать Высоцкий, конечно, должен сейчас уехать Мы просто не имели права его задерживать И то, что нам хотелось сказать здесь В общем, сказали Вот, я только хочу сказать Таарише Гинсбургу Он упрощенно представляет себе нашу задачу Говорит, не будем философствовать Будем только петь Я хочу ему сказать Что это явление такое сложное Что если бы Вокруг него правильно не философствовали бы То вы сейчас в этом зале этих песен не слышали бы Вот, а в Москве, к сожалению, и сейчас их не слышат Так что философствовать нам нужно будет Товарищи, мы прощаемся с вами до 15 февраля Всего хорошего АПЛОДИСМЕНТЫ 26 января В 20 часов состоится вечер поэтов-геологов Билеты в клубе Повторяю Повторяю 26 января В 20 часов состоится вечер поэтов-геологов Билеты в клубе Продолжение следует...